В центре Киева продолжает работать наш корреспондент Роман Бочкала. Он находится в районе улицы Грушевского. Роман, добрый вечер, еще раз вам слово. Добрый вечер, студия. Наша съемочная группа продолжает оставаться у Верховной Рады. Здесь в боевом лагере сил правопорядка. Здесь продолжают обсуждать страшные события прошлой ночи. Всего того, что произошло сегодня утром, вот рядом с нами автомобиль марки КАМАЗ. Это водомет, так называемый Торнадо. Одна из тех машин, которая, собственно говоря, и пострадала от протестующих. Рядом со мной Вячеслав, майор внутренних войск. Вы, непосредственно, Вячеслав, вы видели то, что произошло с этой машиной. Собственно говоря, вот просто расскажите, как все это происходило. Дело в том, что эта машина особо вреда людям не приносит. Она просто водой мочит демонстрантов и тем самым подталкивает их к тому, чтобы они просто расходились. То есть, грубо говоря, человек намок, ему там оставаться больше нечего. Демонстранты на это ответили на взрыв пакетами. Вот смотрите, видите, травма взрыв пакетов на дверях. Наверное, очень хороший взрыв пакет был какой-то придуман. Пулевые ранения в машине, смотрите. А скажите, пожалуйста, вот такое отверстие, таким диаметром, да, вот практически в сантиметр. А от какого вида вооружения могли остаться такие отверстия? 100% пуля, 7,62 калибра. Ну, какое вооружение? Это СКС охотничий может, карабин быть, может быть автомат, АКМС, может быть снайперская винтовка, может быть просто винтовка. Ну вот, а вот я здесь вижу вот так же повреждение. Это получается бутылка зажигательной смеси. В этом месте машина горела. Видим, что здесь состав жирный. Ну, бутылка с зажигательной смесью, это, судя по всему, ну, в кавычках, цветочки по сравнению с тем, что мы можем увидеть здесь задние части машины. Здесь получается отверстие с этой стороны, да. Представьте силу пули, то есть это 100% нарезное оружие. Потому что если бы это гладкоствол был, который там, например, охотничий, или там шариком, или дробью стрелял, отверстие вот сюда бы зашло, оно бы никак не смогло выйти с другой стороны. Представьте, какая толщина машины. То есть здесь мы видим отверстие от той самой пули, да, которая вот она прошла на вылет. И вот здесь, собственно, она остановилась. И сверху точно такое же, видим, там же тоже сверху было отверстие. Вот оно, докуда смогла эта пуля дойти. То есть сила в пуле была... Ну, с этой стороны мы также видим, машина была... А машины тушили с этой стороны. То есть тут был сильный пожар, это видно. И здесь, в лобовой части... Подъезжала к баррикадам. Думаю, мы видим пулевое отверстие в лобовом стекле. В нескольких сантиметрах от водителя тоже зашла пуля. Вячеслав, ну вот здесь, здесь сидел живой человек, здесь был водитель. Здесь водитель был. То есть одно дело, когда пуля попадает, скажем, там, в двигатель, да? Сделились именно водителя на поражение. Вот представьте себе, машина же не бронирована. Вот человеку 10 сантиметров оставалось до смерти. Как многим нашим товарищам, которые сейчас уже в госпиталях лежат, и не только в госпиталях. В морге уже находится. Могу добавить, что, ну, на самом деле, таких автомобилей здесь очень много. Это не единственная машина. Здесь ноги водителя должны были где-то быть. Еще одно отверстие. Если бы стрелять, если бы хотели остановить машину, можно было бы по колесам стрелять. Можно было бы еще, ну, не знаю. Как вы думаете, это была беспорядочная стрельба, либо огонь в автоприцеле? Ну, если стреляли, смотрите, в сторону водителя, ну, сюда как беспорядочный. Человек же умел стрелять, правильно? Посмотрите, вот он стрелял, вот это вместо водителя. Вот раз отверстие, два отверстия, и водительские отверстия. Я 100% еще могу, мы можем сейчас поискать, еще найдем отверстие. Вячеслав, ну, здесь отверстий достаточно, у меня вопрос другой. Вот люди, которые не подготовлены, люди, которые просто стихийно вышли на протест, люди, которые не знают, что такое оружие, что такое стрельба. Ну, вот просто возникают странные ощущения. Действительно ли неподготовленные люди могли бы ввести подобный огонь, такие атаки? Да мне просто возникает вопрос, как может вообще неподготовленный человек навести оружие специально на живого человека? Как так? Понятно, что там мы, если достаточные условия, да, там, к примеру, злочины со сброины, там, или, там, война, не дай бог, и тому подобное. Мы учились для этого, там, с военных училищ и тому подобное. Нас для этого готовили, чтобы... Но мы не стреляли же в людей. Вот я, конечно, еще не стрелял в человека. И, ну, меня к этому, да, готовили. А вот тут, представьте себе, мы моделируем ситуацию. Как человек неподготовленный берет в руки карабин и стреляет в живого человека. То есть, получается, что он сумасшедший. Ну как, навести оружие живого человека и, зная, что ты, в принципе... Вячеслав, вы встречались вот глаза в глаза, лицом к лицу, с теми, кто у вас стрелял. Что это за люди? Я так близко человек на вооруженных людей не подходил. Я не могу сказать, что это за люди. Это простые люди, просто, понимаете, там есть, я так считаю, что там есть группа активистов, которые непонятно, где подготовлены, непонятно, зачем подготовлены, и коломутят всю воду. Люди смотрят интернет и тоже растет обозление. Вот, например, как мне не злиться, если в моих товарищей, у которых про нежилет легенький, алюминиевый, у которых щит легенький, и еще и палка, да, которую ты должен, в принципе, как все говорят, что мы убиваем. То есть, про нас уже говорят, что мы даже детей, наверное, едим, да, в интернете. Солдаты внутренних войск, офицеры и прапорщики. Мы едим, наверное, маленькие детей. Вячеслав, давайте поговорим о том, что будет дальше. Вот сейчас мы здесь, возле Верховной Рады. Относительное спокойствие. По вашим ощущениям, что будет дальше? С той стороны баррикад, мы видели, там готовят укрепления, сооружают заградительные некие редуты. Ну, мы видели, там были и бутылки с зажигательной смесью и прочее. Ну, вот какие ощущения, ну, то есть вы видите, да, что вспышки насилия время от времени вспыхивают, и вспыхивают совершенно внезапно. Какие у вас ощущения по поводу, ну, вот, ближайшего времени, того, что произойдет этой ночью? Я не знаю, какие ощущения. Мы готовы к всему, мы будем стоять здесь только для того, чтобы сохранить конституционный лад в Украине. Мы для этого служим, мы для этого живем, и мы здесь будем стоять. Из нас никто не будет стрелять, это точно. Мы для этого не готовили солдат. Из всех занятий, которые предоставляют, боевая подготовка внутренних войск, у нас занятия для ликвидации массовых завооружений, завооружений посредством щитов, бронежилетов, легких, палок, резиновых. Хорошо, а что вы будете делать, если стрелять начнут в вас? Что делать? Стоять будем? А что мы можем сделать? Оружия-то у нас нету. Наша задача сохранить конституционный лад любыми средствами и силами. Мы будем стоять, и мы выставим это. Спасибо вам большое. Так что можете на нас надеяться. Спасибо, держитесь. До свидания. Давайте пройдем дальше. Как видим, в Верховной Раде по-прежнему горит свет. Судя по всему, заседание продолжается. По крайней мере, все те автомобили депутатов, которые здесь стояли, они продолжают оставаться на месте. Вот здесь, со стороны пятого входа, пока что никто не выходил. Поэтому можем сделать вывод, что депутаты по-прежнему внутри, что-то решают. Добрый день. Вот видите, дальше не пускают. Хотя у меня есть, конечно же, мое удостоверение. Пожалуйста. Ну, я думаю, что подобные меры безопасности, они оправданы, но не пускают. Дальше не пускают, поэтому я думаю, что здесь мы и остановимся. Спасибо, Роман. Спасибо Роману Бочкале за эксклюзивный материал с улицы Грушевского. Спасибо.